Всем привет! Меня зовут Жанар Махамбетова. Я представляю компанию Яндекс Клауд. Сегодня у меня в гостях Нурбек Садыков, CEO и фаундер компании Q-клауди. Нурбек, привет! Привет, Жанар. Спасибо за приглашение. Спасибо, что пришел. Нурбек, давай перейдем сразу к части вопросов. Расскажи, пожалуйста, о своем бэкграунде. Меня зовут Нурбек. Я являюсь CEO компании Q-клауди. Наша компания помогает клиентам мигрировать в облако, внедрять DevOps процессы и практики. Я учился в КАЗГУ на механико-математическом факультете, но в универе как бы мне предметы и вообще направление, которое я выбрал, не очень нравилось. И я, как сказать, не любил программировать и, так сказать, отставал от моих сокурсников по части программирования. И сидел, думал, чем бы заняться, чем бы заняться. И в этот момент друг подходит и говорит, Нурбек, вот есть у меня сокурсник, который работает системным администратором, зарабатывает там тысячу долларов в месяц. Я думаю, вау, тысячу долларов, круто. А что можно сделать? Он говорит, ну, запишись на курсы по системному администрированию. И вот на втором курсе я записался на курсы по системному администрированию. Два года где-то отучился. Ну, платные были курсы. По-моему, 150 тысяч тенгеев за обучение. Отучился и на четвертом курсе начал работать системным администратором. Когда-то был такой не мейнстрим, да, IT. И начал работать, как бы многие смеялись, говорили, ой, это системный администратор. Мемчики, наверное, услали, да, против админов. Ты постоянно тусишь под столом и так далее, и так далее. Ну, в 2013 году я устроился уже в один стартап, где начал активно применять в своей работе Linux, практики DevOps, хотя сам это не осознавал. Ну, мы со своей стороны что начали делать? Мы начали настраивать CICD-процессы, полноценно начали юзать гид, да, автоматический деплой настраивали. И где-то в 2015 году я думал, о, прикольно, я уже хоть что-то нормально умею. В 2015 году устраиваюсь в компанию ДАР, где компания активно применяла в своей работе микросервисную архитектуру. Ну, на тот момент, как только я вот устроился, они начали использовать микросервисную архитектуру. Ну, и понимаешь, да, насколько, ну, как бы для меня было это реально сложно. Почему? Потому что, когда у тебя огромное количество микросервисов, которые нужно как-то контролировать, управлять, да, запускать в нескольких экземплярах, на тот момент не было инструментов, типа, ну, по крайней мере, мы не знали о существовании Кубера, да. Мы использовали такую, ну, операционную систему Курос, там, как оркестраторы использовали Флит. Это все работало еле как. В итоге, через некоторое время мы собрали хорошую команду. Ну, через, через год, где-то 2016-2017 года, мы собрали команду. Эта команда начала применять прям все самые лучшие практики девопс. И мы там подняли Куб, подняли систему мониторинга, логирования, начали работать активно с клауд-провайдерами, с AWS, Alibaba Cloud. Вот. И, как бы, получили хорошие результаты, я считаю. Ну, ты, получается, проделал, как этот, эволюцию, да, прошел от сисадмина до крутого экспертного девопса. И, в итоге, ты пришел к созданию собственной компании QCloud, да. Расскажи, пожалуйста, сколько QCloud существует на рынке и какого рода услуги вы предоставляете клиентам? Ну, QCloud на рынке буквально полтора года. Компания позиционирует себя как команда, которая может помочь клиентам мигрировать в облако, строить дизаст-рекавери площадки, помогаем активно там настраивать гибридные облака. Это что касается инфраструктуры. Даталейки можем без проблем поднять. Также мы внедряем DevOps в практике, DataOps, MLOps. И, конечно же, на уровне бизнес-процессов для клиентов мы можем активно применить такие там сервисы облачных провайдеров, как по дате, по AI, по ML, блокчейн, IoT. Все, что есть у публичных клауд-провайдеров, то и предлагаем. Расскажи, пожалуйста, у вас сформировался какой-то образ типичного клиента или какие-то частые сценарии, с которыми к вам клиенты приходят или все сценарии разные? Давай я назову топ-3. Первый сценарий это, конечно же, миграция в облако. Мы что делаем? Мы перед тем, как мигрировать клиентов в облако, мы делаем cost-saving анализ, мы предлагаем различные варианты стратегии миграции, мы строим прям детальный план по миграции, инфраструктуры, там сервисов заказчиков в облако и подсказываем, какие технологии, какие инструменты применять для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса. Это вот первый сценарий. Второй сценарий это, конечно же, самое популярное сейчас внедрение в Ops практик. Мы тем самым обеспечиваем time-to-market для клиента, также сокращаем количество ошибок, которые возникают при работе сервисов, быстрый деплой сервисов. И, в принципе, все. И третий кейс это, наверное, cost-оптимизация, потому что многие клиенты к нам приходят, говорят, вот так-то так-то мы сейчас платим, я не знаю, пять тысяч долларов, три тысячи долларов. Можете с чем, ну, стартапы еще приходят, говорят, вот там. А на чем обычно можно сэкономить? Сэкономить можно, ну, есть вообще механизмы оптимизации костов в облаке. Первое, это выбор правильного, правильных размеров, инстансов, да. Второе, это обеспечение эластичности, это, ну, система должна скейл масштабироваться автоматически. Третье, наверное, это выбор подходящего сторожа, да. И четвертое, наверное, использование, наверное, сервера с каких-то технологий. И постоянно необходимо все это как-то мониторить, отслеживать. И в случае там возникновения каких-то всплесков, ну, контролировать. Масштабировать и вширь, и уменьшать тоже потребление. Да, да, это очень важно. Понятно. Спасибо, что поделился наиболее частыми сценариями. А часто тебе приходится общаться с клиентами и снимать у них какие-то блоки, связанные с использованием публичных облаков. И как ты это делаешь? Ну, довольно часто. Первый блок, который возникает у клиента, это, наверное, обработка персональных данных на территории Казахстана. Предложение с нашей стороны, это если у клиента есть в Казахстане свой дата-центр, здесь свои физические какие-то сервера, то мы предлагаем построить гибридное облако, когда персональные данные обрабатываются, ну, данные обрабатываются на территории Казахстана, ну, хранятся точнее. А вот обработка происходит в облаке публичном. Так, теперь с данными разобрались. Какие еще блокеры ты видишь? Ну, еще один блокер, это вопрос касательно лейтенси. Тут клиенты тоже говорят, что данные долго передаются, долго возвращаются. Тут такая же схема, как с обработкой персональных данных, да, гибридное решение, гибридное облако позволяет закрыть вот этот вопрос. Далее есть сомнения касательно конфиденциальности данных, когда клиент говорит, что данные, персональные данные могут утечь. Утечь, да. И тут вопрос мы решаем с помощью шифрования данных. Как бы все это шифруется на стороне, либо, ну, можно сделать шифрование на нашей стороне, на стороне Казахстана, либо включить шифрование на стороне публичного облака. И, наверное, самый последний блок – это касательно включения нашего казахстанского фаервола. В случае, ну, когда, когда включают фаервол, клиент просто не получает доступ к публичному облаку. Расскажи просто поподробнее, что ты имеешь в виду под включением казахстанского фаервола. Ну, вот, когда, например, были ямварские события, у нас пропал доступ у всех в интернет. Ну, как бы, есть решение – это выделенная линия до публичных облаков. Есть у нас провайдеры – это, ну, Казахтелеком, ТНС+, Кастранском, кажется, которые организовывают выделенную линию прям не по сети публичной, да, а вот именно выделенная сеть, по которой можно подключиться к серверам в публичном облаке. Все, хорошо. Спасибо большое. Очень интересно было твое мнение по поводу блокеров услышать, как от человека, который от первого лица общается с клиентами. Так, давай перейдем, наверное, поразмышляем о том, какую ты видишь ценность у публичных облаков по сравнению с теми же, там, колокейшенами и хостинг-провайдерами или цодами стандартными, традиционными. Потому что QCloud партнерится, да, с достаточно крупным списком публичных облаков, кроме Яндекс.Клауда еще, ты сказал, что с АВСом. Вот почему ты топишь за публичные облака и какие ты видишь у публичных облаков выгоды по сравнению с другими инфраструктурными решениями? Ну, вообще, публичные облака, я полюбил работу, будучи двобсом, да, именно с технической стороны, когда я увидел все плюшки, которые предоставляет публичное облако, я подумал, вау, это круто. Ну, первая ценность, это, наверное, экономия денежных средств, да. Вот компании, которые мигрируют в облако, они, ну, в среднем год, там, экономят 20% от стоимости. Но есть такие более топовые компании, которые, применяя Cloud Native подход, могут сэкономить до 50%. Ну, это, конечно, не в краткосрочном периоде, да, а в долгосрочном, потому что мы же должны сравнивать это с традиционной инфраструктурой. Если с традиционной сравниваем, то надо брать окно вот это на 5 лет. Соответственно, в течение 5 лет, как бы, топовые компании вот 50% экономят. Да, это очень интересный поинт, потому что наш предыдущий гость, наоборот, говорил о том, что клиенты зачастую видят публичное облако как более дорогое решение. И, наверное, вот тот подход, когда смотришь на экономию ресурсов именно через окно в 5-7 лет, он, ну, кажется целесообразным, да, если ты хочешь на самом деле посчитать настоящую экономию от перехода на публичное облако. Ну, тут еще важно не сравнивать традиционную инфраструктуру с облаком, потому что облако дает не только виртуальная машина, да, но облако дает просто огромное количество таких технологий, доступ к технологическим, технологичным сервисам, что позволяет, например, быть более гибким и, ну, как бы, иметь возможность масштабироваться, да, что, как бы, бизнесу очень важно. Тут также облако позволяет снизить тайм-то-маркет, облако позволяет, там, быстро развертывать окружение, да, быстро их в случае ненадобности отключать. Все это делается через инструменты ЯК, это инфраструктур, сейчас код. Также тут важно иметь в виду, что облако, ну, вот есть какие-то повседневные задачи у ПМов, у системных администраторов, да, ну, рутинные задачи. Эти рутинные задачи в облаке обнуляются, можно сказать. Ну, к примеру, когда появляется новый проект, команда, там, ПМы, системные администраторы, администраторы, там, хранилища, начинают, сетевики, да, начинают все это считать, тратить время, да, там, окей, они посчитали, но через некоторое время понимают, что, ну, неправильно посчитали, нужны еще ресурсы. Требуется время на закуп вот этого оборудования, да, сейчас с учетом пандемии и так далее, и так далее, на закуп оборудования уходит до шести месяцев, если не больше. Ну, а то и больше, да. Да, если не больше. А бизнес не будет ждать шесть месяцев бизнесу. Важно получить инфраструктуру сейчас, попробовать, ну, протестировать свои... Гипотезы. Гипотезы, да. И понять, будем двигаться дальше или нет, вот это вот важно. Также облако, конечно, позволяет строить прямо отказосточную систему. Я не знаю, вот в Казахстане, насколько можно организовать актив-эктив площадку, да, сделать так, чтобы при падении одного дата-центра, второй дата-центр как бы работал, даже не дата-центр, а вот приложение именно в дата-центре работы отрабатывали корректно, да. Также нужно понимать, что при падении вашего сервиса, да, или при моменте, когда у вас не срабатывает пассивная площадка, вы бизнес теряет деньги. Это очень важный такой поинт. Для банковской сферы, для интерпрайз-сегмента это очень критично, поэтому облако рулит. Облако рулит, отказоустойчивость тоже рулит. Да. Спасибо, Нурбек, за развернутый ответ. У меня созрел еще один вопрос. Я знаю, что ты общаешься с большим количеством клиентов. Мы уже обсудили частые сценарии, с которыми к тебе приходят клиенты. А ты мог бы поразмышлять на тему, какой ты видишь cloud-ready компании в Казахстане? Вот компании, которые готовы нырять в публичное облако с разбегу, и которых не надо уговаривать, у которых нет каких-то блокеров, они готовы к тому, чтобы мигрировать на публичное облако. В моем понимании, cloud-ready компания – это компания, которая имеет открытую культуру, которая готова применять в своей работе современные технологии. И важно, чтобы в этих компаниях были люди компетентные. Если нет, то нужно уделять время на обучение этих сотрудников. Также эта компания должна, мне кажется, понимать всю ценность, которую приносит облака в их бизнес. Кстати, про культуру компании – это был отличный поинт. Обычно рассуждают про cloud-ready компании с точки зрения того, они cloud-native или нет, но, мне кажется, открытость – это тоже очень важное качество внутри. Нурбек, вы больше года являетесь партнерами Яндекс.Клауд именно по DevOps кейсам. Расскажи, пожалуйста, какую ценность ты видишь в партнерстве между Яндекс.Клауд и Q-клауде? Для нас партнерка с Яндекс.Клауд такая цена. Почему? Потому что Яндекс.Клауд, я более чем уверен, что инвестирует огромные средства на развитие своего R&D-блока. Соответственно, этот R&D-блок делает очень современные технологичные сервисы, которыми пользуются клиенты Яндекса, точнее наши клиенты. И это без вложения каких-то собственных средств на R&D. Вот это первый кейс. И второй кейс – это, наверное, все-таки поддержка со стороны команды Яндекса. Если при возникновении каких-либо проблем именно с технической точки зрения, то ребята из Яндекса у нас активно к нам подключаются, помогают. У них обширный опыт именно в делах клауда, в делах, будь это Data Lake, будь это ML или другие такие core-сервисы публичного облака. Они помогают. В случае необходимости я даже знаю, что могут обучить. Есть курсы в Яндекс.Практиками, которые, мне кажется, наши девопсы должны обязательно пройти. Почему? Потому что там я знаю, что качественный материал. Качественный материал, да, он составлялся архитекторами Яндекс.Облако. И мы активно, кстати, продвигаем эти курсы среди IT-комьюнити в Казахстане. Круто. Так, смотри, Нурбек, мы с тобой знакомы уже достаточно давно лично. Мы видимся с тобой почти на каждом IT-шном мероприятии в Казахстане. Я знаю, что ты лично и Q-клауди как компания активные участники IT-комьюнити казахстанского. Более того, вы отстраиваете свое девопс-комьюнити, девсекопс-комьюнити. У вас есть ряд программ-сообществ, которые вы активно курируете. Расскажи, пожалуйста, с какой целью вы это делаете и какую ценность вы видите в том, чтобы активно развивать именно IT-комьюнити внутри нашей страны. Да, мы вот комьюнити девсекопс появилось еще в 2017 году, когда мы столкнулись с проблемами касательно оркестрации огромного количества сервисов, когда столкнулись с проблемами мониторинга, настройки CICD и так далее. На тот момент у нас в Казахстане было очень мало компетентных специалистов, которые могли бы дать ответ на определенные вопросы. И появилась идея организовывать метапы на различные темы около девопс. Начали организовывать метапы, хотелось где-то там общаться с ребятами из комьюнити. И так и появилась телеграм-группа DevSecOps. Там мы прям активно обсуждали, до сих пор обсуждаем какие-то тренды в девопс, какие инструменты появляются. Причем у вас комьюнити именно в телеграме движутся достаточно органически. Вы специального контента не готовите, но похоже, что у ребят в комьюнити возникают вопросы, профессиональные, и участники комьюнити готовы обсуждать, делиться опытом, подсказывать друг другу. Это очень круто. Помимо группы в телеге, мы с ребятами из Core, с Ристемом, также Тимирлан организовали в прошлом году девопс дэйс. Пришло огромное количество людей оффлайн, также онлайн. Как я знаю, где-то 500 человек смотреть во время ивента. В общем, организовываем такие вот ивенты. Думаю, что это будет на ежегодной основе. Этим самым мы хотим, чтобы наши казахстанские девопсы прокачивались, обменивались опытом, обменивались знаниями. И, возможно, даже выходили на другие рынки, зарабатывали деньги там, тратили тут. Как-то так. Ну, как будто бы так и есть. Очень много казахстанских IT-специалистов на самом деле работают на другие рынки, живут здесь и тратят заработанное здесь. Тем самым укрепляя нашу экономику. Ну, Рубек, я очень рада, что ты и ваша команда так активно развиваете IT-комьюнити в нашей стране. Спасибо тебе еще раз, что нашел время, забежал к нам на подкаст. Я надеюсь, наше интервью было полезно зрителям. Вот. На этом, думаю, можем закруглиться. Всем, кто смотрел, спасибо большое. И всем пока. Спасибо, Зонар, за приглашение. А Яндексу желаю процедания. Спасибо. Спасибо.